всем привет мои хорошие пришло время подвести итоги уходящего 2019 года и сегодня я хочу с вами поболтать на эту тему что же было у меня в 2019 году ну во первых вот недавно совсем исполнился год моему каналу хотя канал у меня был открыт раньше но именно снимать ролики и вот как появилась мама чоли это вот я начала с декабря прошлого года где-то с середины декабря по моему с 15 числа и вот уже исполнился год моему каналу но я этот год не отмечала потому что я решила подождать когда у меня наберется 10000 у меня сейчас 9000 там 300 с чем-то подписчиков вот когда уже будет 10000 подписчиков тогда уже я это отмечу и будет конкурс и будем разыгрывать подарки вот ну а сейчас пока еще у меня нету 10000 поэтому в общем то я не стала это дело никак отмечать при том когда уже год исполнился в этот момент дочка была в отъезде и я в общем не отмечала никак я даже честно говоря подзабыла немного вот совсем недавно об этом вспомнила ну что еще сказать про уходящий год год был плодотворным я уже там наснимала в общем много роликов некоторые подписчики спрашивают вот почему вы там не снимаете влоги почаще ну честно говоря я мало где бываю и мне во влоге зачастую нечего снимать а что касается внука снимайте внука ну я решила внука не снимать потому что если я вижу что в комментариях ребенка критикуют я этого никак не могу допустить поэтому лучше я не буду снимать чтобы не было критики ну как можно критиковать ребенка кстати хочу сказать уже раз по случаю что комментарии недавно у меня опять возникло желание комментарии отключить потому что я вот была на выходных у дочки и два дня я не заглядывала в комментарии потом когда приехала домой смотрю много комментариев и когда я почитала в общем там прям какой-то чат несколько человек критикуют мою дочку что она какая-то такая сякая в общем не нравится ну сплошная критика спасибо кстати огромное тем кто защищает мою честь моих детей вот это наши люди а те кто критикуют кому не нравится ну я не могу честно говоря отвечать на такие комментарии потому что ну я не хочу там ругаться в комментариях зачем это делать лучше тогда не отвечать но потом я хочу сказать мне с такими друзьями не по пути и если кому-то не нравлюсь я либо не нравится там моя дочка внучка моя семья ну тогда я блокирую таких людей я просто не хочу больше их комментарии вообще читать ну в общем не хочется а грустно самое интересное что некоторые вот пишут одни пишут снимайте почаще влоги другие пишут снимайте готовку кто-то пишет вот это снимайте это не снимайте другие пишут наоборот ну ребята я не могу в общем-то всем угождать по большей по большей части я снимаю то что нравится мне самой снимать да вот если у меня сегодня появилась идея приготовить что-то вкусненькое вот такой-то рецептик хочу приготовить я беру его тогда и снимаю да если что-то приобрела но с фаберликом я дружу и фаберлик я часто заказываю почему бы мне не снять покупочки кто-то пишет зачем вы как вас дочка заставила снимать то же самое что она или что-то такое вот какой-то был комментариев ну во-первых мне никто не заставляет что-либо делать я делаю все это от себя от своего собственного желания меня попробуйте заставьте я же не буду делать если меня будут заставлять я тогда вообще ничего не буду снимать кстати у меня иногда бывает промелькает такая мысль думаю может быть вообще завязать с этими съемками ничего не снимать и что вы думаете по этому поводу завязать не съемками или продолжать снимать и кстати говоря напишите в комментариях чтобы вам хотелось вот просто какие у вас есть идеи что мне можно было бы поснимать кому было бы интересно что-то посмотреть потому что иной раз я думаю вот снять на эту тему потом думаю да кому это интересно не буду снимать ну а еще в уходящем году что 2019 году дочь моя приобрела квартиру взяла ипотеку взяла хорошую квартиру мы с ней вместе выбирали чтобы нам нравился вид из окна чтобы у нас планировка нравилась но и в общем все остальное что нравилось чтобы в общем сходились мнения хотя эта квартира и и я остаюсь жить у себя я люблю уединение мне нужна тишина и покой мне маленькая площадь но чтобы меня никто не трогал я сюда приезжаю я здесь отдыхаю наслаждаюсь кстати говоря кто-то писал что вот вы одна вам бы найти хорошего мужчину боже мой за что мне такое наказание не нужен мне никто я честно говоря когда-то думала что мне нужен мужчина и были у меня мужчины потом я все-таки поняла что мне все таки лучше быть одной вот сейчас в этом возрасте и уже с этим опытом который я имею я просто очень хорошо себя чувствую одна поэтому вот мне тишина покой уединения сюда я приезжаю отдыхать ну а к дочке езжу для того чтобы немножечко дать ей во первых отдохнуть потому что она очень много всего делает она еще развивается развивает свой канал ну во первых это занятие ей нравится потом это все-таки приносит прибыль если кто-то жалуется на рекламу мои дорогие реклама это все-таки денежки это все-таки зарплата и на рекламе мы зарабатываем поэтому ну пропустите рекламу если не хотите смотреть а если посмотрите будет хорошо если вам не жалко я хоть и мало видео снимаю хоть и просмотров у меня не так много но тоже там маленькая копеечка но добавочка пенсии мне капает но мне она не помешает а сейчас мы с дочкой ходим по магазинам смотрим там какой линолеум выбрать там какую плитку вот вместе смотрели ну я знаю что она все равно выберет все по-своему но по крайней мере к моему мнению может прислушаться если я могу увидеть какие-то там нюансы или учесть что-то у меня просто у нее творческий мозг а у меня практичный и вот сочетание наших мнений она как бы вот когда приходим к общему консенсусу тогда получается просто идеал того что мы выбрали вместе ну и так как я и помогаю там сижу с ком когда и нужно там куда-то по делам там съездить какие-то дела порешать в общем то я думаю что какой-то небольшой вклад я все-таки вношу посильный вклад я вношу для того чтобы она могла и творчески развиваться и делать вот дела какие-то так также вот по жилью тоже вот поменяла на жилье в этом году на квартиру продала свою там маленькую и уже приобрела побольше ну а что касается влогов почему я снимаю их мало я вам уже сказала девочки как только у меня есть что снять я обязательно это снимаю если у меня есть такая возможность хотя вот недавно мы мотались по миге забежали в леруа мерлен и в икею и вашан и просто настолько все это было быстро что и с нами еще был человек который вот пригодил рабочих и в общем не было времени останавливаться что-то снимать хотя в общем там очень красиво елочка там такая нарядная мега сейчас очень хотелось бы конечно там что-то поснимать но специально для этого я туда не поеду а возможности вот тогда снять у меня не было потому что все быстрее быстрее бегом на ходу снимать и тормозит людей время 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 поджимает тормозить мне никого не хотелось в общем вот и не сняла но дочка там что-то поснимала на ее канале посмотрите ну в общем я так сразу и не могу в общем вспомнить что еще было хорошего за этот год но жизнь идет жизнь меняется меняется в лучшую сторону и это меня уже радует и еще хочу я у вас спросить а вот когда я почитала вот этих хейтеров вот эту всю грязь которую там по написали в комментариях мне честно говоря возникло опять желание отключить комментарии потому что я не вижу в них какой-то необходимости но только что я даю возможность появляться негативу в моей жизни и вот это все читать я вынуждена и вы знаете я всегда сопоставляю это вот с чем вот когда вы идете по улице до встречается вам какой-то там человек знакомый просто и начинает вот останавливается привет привет там допустим как дела ну во первых я вообще не люблю обсуждать как-то свои дела своих детей тем более получается это сплетни ну сплетни да то есть я должна за спиной своих детей обсуждать их жизнь с кем-то я не считаю нужным это делать во первых и когда мне начинают критиковать моих детей когда начинают вот кто-то гадости дело в том что в глаза этого никто же и не делает в основном да а если бы попробовали даже вот такое что-то мне сказать и бы с этим человеком перестала бы вообще общаться перестала бы здороваться стала бы просто игнорить ну что я и делаю в своих комментариях просто блокирую хейтеров и все но честно говоря просто в комментариях я не вижу вообще для себя никакой необходимости ну кто-то писал что хотелось бы иногда там какой-то задать вопрос но я вижу что вопросы по существу их очень мало очень мало таких нормальных адекватных комментариев по делу по существу но когда кто-то пишет что им нравится мой канал там ваш на что-то вдохновило благодаря вот моему какому-то ролику кто-то что-то там приготовил или еще что-то воспользовался каким-то там может быть лайфхаком лайфхаком ну я рада но в общем-то в принципе таких комментариев очень мало а вот когда начинают писать кому-то не нравится вообще вот мой канал не нравится как я говорю что я говорю медленно что я там тормоз какой-то что неинтересные ролики кому-то не нравится фон сзади там ли еще что-то не нравится ну ребята кто ж вас заставляет смотреть но не нравится не смотрите и потом вы знаете когда я снимаю какой-то ролик я снимаю на какую-то тему о чем-то и об этом бы хотелось поговорить а не о том там что на фоне там кому-то не нравится что-то какой-то предмет или еще что-то но это вообще какая-то ерунда вообще об этом говорит я фон меняю кто-то спрашивает почему мне сзади занавески но это декорация мои дорогие ну что все время одни и те же обои что ли снимать поэтому я меняю там декорации что-то как-то вот там повешу что-то уберу но я меня менять не могу конечно после каждого ролика декорации вот они у меня повисят какое-то время потом я что-то поменяю ну вот как-то так ой вообще не хотелось бы мне сегодня говорить о грустном потому что я думаю что это скорее всего ролик выйдет уже перед самым новым годом и скорее всего это уже крайний такой ролик в этом году и мне бы хотелось вас всех поздравить с наступающим новым годом пожелать вам вообще всего хорошего в новом году чтобы у вас был успех там личной жизни там в работе ну конечно же всем огромного здоровья желаю потому что здоровье это вообще самое главное это на первом месте когда здоровье есть у вас все получается когда у вас что-то болит вам ничего не хочется делать правильно вот поэтому всем счастья всем здоровья всем успехов и всем хорошего настроения мои дорогие я я вообще человек позитив я не люблю когда мне портит настроение я сама люблю просыпаться в хорошем настроении и вот это вот настроение хорошее дарить людям делиться со своими там близкими знакомыми кого знаю и и всегда вот вы же сами знаете как приятно когда вы встретите человека человек вам улыбается человек приятные вещи говорит ну поднимает настроение и тогда идешь уже вдохновленный и делаешь какие-то дела и живешь с хорошим настроением с плохим настроением жить не интересно скучно поэтому я еще хочу пожелать хорошего настроения хейтерам которые пишут гадости я просто прекрасно понимаю я же взрослый человек что такое пишут люди наверное ну вне от хорошего настроения наверно что-то у них не ладится в личной жизни какая-то вот ненависть к окружающему миру мне таких людей честно говоря жалко а иногда мне кажется что их им платят зарплату что только за зарплату можно так рьяно кого-то критиковать в общем счастья желаю своим недругам а друзьям тем более хорошего настроения всем 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 желаю ну в общем мне кажется я сказала все что хотела еще раз хочу вас попросить напишите в комментариях отключать мне комментарии или не отключать и почему какие темы можете предложить поснимать чтобы интересно вам было бы посмотреть потому что когда уже я знаю что вы хотите посмотреть я уже с удовольствием это снимаю потому что я знаю что это видео уже что задавайте вопросы по существу может быть вопрос ответ я сниму вам видео только я вас очень прошу не задавайте мне вопросов о личной жизни моих детей вот я не хочу своих детей обсуждать на своем канале и их личная жизнь это их личная жизнь вот я обсуждать это не хочу если у вас есть вопросы допустим к моей дочке у нее есть канал вы все на на этом канале подписаны и пожалуйста что касается моей дочке вопросы задавайте к моей дочке как я отношусь к ней к ее выборам и так далее хочу сказать я своих детей во всем поддерживаю своих детей я люблю и хочу сказать что мои дети хорошие люди вот именно в человеческом понимании они никому не делают никакого вреда никому не делают ничего плохого а если ну какие то они не такие но извините все люди какие то не такие во первых люди то все разные мы то не должны быть одинаковыми да мы не должны быть похожи друг на друга я может быть тоже не такая как другие люди но я никому не приношу вреда я никому ничего плохого не делаю за что меня критиковать я не знаю если кому-то не нравлюсь но не смотрите кто же вас заставляет смотреть правильно а кому-то нравится вот кому нравится тех я приветствую и тех я люблю ну а на этом я хочу свое видео закончить еще раз с наступающим новым годом и до новых встреч мои хорошие жду ваших комментариев пока пока